Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему без спроса взяли ослицу? Мы будем читать Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 3 стих. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию, к горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Итак, почему как бы без спроса была взята эта ослица? Здесь, в самой этой речи Христа, которую мы прочитали, уточнение. «Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». То есть Господь знает наперед, как ответит хозяин этой ослицы. И речь идет о конкретном селении. Здесь уточняется, и пришли в Ифагию, к горе Илеонской. Имеется в виду селение, которое прямо перед ними было в тот момент. Таким образом, Господь знал реакцию хозяина. Но, с другой стороны, сам Господь является хозяином этого мира. И все живые существа, животные в том числе, они принадлежат Ему. И в Псалтире, 49-й Псалом, 10-й, 12-й стих, мы находим такие слова. Это Господь говорит. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть по праву Творца Господь обладает всем. Потому что это наиболее совершенный вид собственности, когда кто-то что-то создал и пользуется этим. А то, что Христос, Логос, Слово, Творец, об этом мы читаем в 32-м Псалме, 6-й стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». То есть Господь есть Творец и того, что на небе, и того, что на земле внизу. И в Новом Завете говорится о Христе, что им для Него и через Него небо и земля сотворены. Святитель Иоанн Златоус пишет, «А ты, размыслий со Мною, сколько здесь чудес, и сколько исполнилось пророчеств». Христос сказал, «Найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею». И тут же предрек, что никто не будет препятствовать, но лишь услышат, то есть кому нужно ослиться, замолчат. Это служило немалым обвинением против иудеев. Если Христос и незнакомых Ему, и невидавших Его, заставляет отдавать свою собственность без всякого противоречия, и при том не сам даже лично, а через учеников, то насколько же виноваты оказываются иудеи, которые, будучи свидетелями стольких чудес, им совершенных не верили Ему. Это гамилия святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!